Карина, как вы относитесь к интернет-шоппингу? У меня смешанные чувства к интернет-шоппингу, потому что я очень люблю ходить по магазинам. И мне кажется, это очень чувственный процесс. Когда вы трогаете вещи, выбираете вещи, меряете вещи. И просто это для меня отдельное удовольствие. Если я, конечно, четко знаю, что я хочу, то если я эти вещи уже видела, если я их уже, скажем, мерила, то я могу купить что-то в интернете. Но вообще вот этот эротический процесс выбора вещей в магазине я ни на что не променяю. А в последнее время многие публикации, многие журналы выходят в диджитал. Видите ли вы развитие в этом процессе и для интернет-шоппинга какой-то толчок? Конечно, это очень важный процесс, и над этим необходимо работать. И более того, я думаю, что если у меня тот же вопрос будет и через два загадите, я вам уже совершенно по-другому отвечу, потому что в мозгах тоже происходит революция, она вообще медленнее происходит, чем в технологиях. Вот поэтому я думаю, что будем покупать, мы никуда не денемся, и будем интегрировать это все в свои сайты. Но просто должен сложиться какой-то немножко другой алгоритм отношений с вещами. У меня он пока еще не сложился, это просто немножко другая вообще психология. Это такая снайперская история. Вы должны четко очень представлять, что вы хотите. И вообще к шоппингу относиться как к академическому ресерчеру тогда. А я все-таки отношусь к нему как к любви. Я хожу по магазинам и жду, когда случится любовь, страсть такая сперва скидок. Совершали вы уже покупки в новом сезоне? Есть ли у вас какие-то любимые мастхэв, которые вы уже приобрели? Да, конечно. Я, поскольку была в плане Парижа на показах, в саранчу и прошла по магазинам. Из-за того, что мне уже хотелось, из-за того, что я купила, я купила что-то вроде такого кейпа или пальто-крылатки у Андриса Ваннотона. У него уже черный милитари. Костюм купила. Я хотела туфли на широком. Купила я, которая нашла такие у Хлои, потому что это не бабушкины туфли. Опять же, у Андриса Ваннотона. Я купила несколько вещей в Кинзу. Мне очень нравится новая коллекция в Кинзу. Огромное оверсайз пальто в стиле. 60-е годы. Ух на гигиенчатой форме. Несколько цветоров. Несколько ярких блузок. И я поехала на обложку. Я всегда езжу на обложку. На Клиенкор, где наш там отличный линтажный пиджак с Лорана. Очень смешную рубашку с двумя галстами. Ферре. И какую-то безымянную, безумную вещь. Даже не знаю, как ее назвать. Полькот, пилюжилетка. Она зеленая с красным. Не знаю, надену ли я это когда-нибудь. Мне очень нравится смотреть, как она висит в шкафах. Есть ли какие-то вещи, которые вы еще пока не приобрели, но обязательно эти вещи будут в вашей коллекции? Да, мне хочется купить докторскую сумку. Я не могу решить, хочу я Параду или хочу я Марния. Но я обязательно хочу этого иметь. Доктор Слиса Квояж. Я хочу еще один кейп. Мне нравится кейп в этом сезоне. Опять же, я хотела те, которые мне нравятся. У Стеллы, у Гуччи, у Райф Лорена. Нужно совершить выбор. Не думаю, что я смогу это делать в интернете. Нужно пойти это все померить и потрогать. И вот сейчас я примерила шляпу. Поняла, что хочу еще шляпу. Вот какой-то такой безумной формы. Продолжение следует...